Возникшая паника вокруг новой пандемии страшнее самого вируса. Пока одни кинулись скупать продукты первой необходимости, другие перестают водить в детский сад детей, общаться без медицинских масок или вовсе выходить из дома. Между тем, сейчас как никогда важно помнить, главное лекарство против вируса – это здравый смысл. Как челнинцы проживают непростой период в первом материале выпуска. Юлий Бунов работает в медицине более 30 лет. По его мнению, новоявленные коронавирусные инфекции не сильно отличаются от привычного гриппа. И на переднем фронте здесь борьба по недопущению панических настроений. Доктор уверен, во всей стране идет массовое нагнетание обстановки. Хотя, как правило, COVID-19 протекает в легкой форме, особенно у детей и здоровых молодых людей. Для основной массы населения опасности нет, но власть и общество должно все сделать, чтобы не было распространения этой инфекции. Смотрите, Китай. Например, схватились, военное положение практически, да, и они остановили инфекцию. Там практически ноль. Там только завозные уже случаи. И в России тоже только завозные случаи. Опасность гипертрофирована, уверен Юлий Бунов. А карантин необходим, ведь все эпидемии быстро сворачивали за счет своевременно принятых мер. Ну и, конечно, не стоит забывать о профилактике. В первую очередь, людям надо позаботиться о своем здоровье и укрепить иммунитет. Тогда последствия болезни, в том числе и коронавирусы, не будут столь серьезными. И чем раньше начать укреплять иммунитет, тем лучше. Омега-3, все слышали. Витамин D3, который четко влияет на иммунную систему. Ну и некоторые вещества, скажем, цинк. Вот есть такой микроэлемент цинк. Он как раз блокирует РНК-полимеразу. Мы решили спросить у самих челнинцев, как они относятся к пандемии. Большинство опрошенных съемочной группы настроены оптимистично. Не боюсь. Хотя я первая в риске. У меня и сахарный обед, и бронхиальная смесь. Все. Но я не боюсь. Мир без границ. Люди везде ездят, общаются. Просто надо беречь себя, как-то защищать. Поменьше находиться в людных местах. Тогда все будет нормально. Мне 69 лет. Мне страшно. Но я надеюсь, что у нас не будет этого. До нас это не дойдет. Мы народ крепкий, выносливый. Некоторые отметили, что пока серьезных изменений или трудностей из-за коронавируса не испытывают. Все нормально. Вся моя семья, мои родные, близкие, друзья. Живут обычной жизнью. Ничего не изменилось. Ну да, в стране изменилось как бы. Да, у сына отложилась заграничная командировка по поводу работы всего лишь. Только карантин в школах и в институтах вели. Ну, для студентов. И все. Больше ничего не поменялось. Насчет прогнозов об окончании пандемии единого мнения нет. Главное здесь дождаться вакцины. При этом, если верят лучшему из предложений специалистов, к лету распространение коронавируса пойдет на спад. Эльмира Гаинундинова, Дмитрий Кравченко, Челны 24. Что касается статистики заболевших коронавирусом по Татарстану, на сегодня в республике семь зараженных. Все случаи завозные. У всех заболевания проходят в легкой форме. Последний был обнаружен сегодня. Девушка вернулась в столицу республики из Аргентины. Кроме самих зараженных, были проверены лица, близко контактировавшие с больными. Об этом сообщают в пресс-службе президента республики. В Челнах, по официальным данным, заболевших нет.